В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Сотрудники органов внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. Слова благодарности тем, кто сейчас в строю, те, кто на боевом посту. Время сейчас неспокойное. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о новых мерах, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции. Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же, как и в высших учебных заведениях. Ленинский городской округ вошел в топ-10 муниципалитетов Московской области с наиболее благоприятной обстановкой для ведения бизнеса. Участвовать в данном конкурсе могут предприниматели, у которых социальный бизнес, коммерческие детские сады, частные клиники и так далее. Ежегодно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. В здании ОМВД по Ленинскому городскому округу состоялось торжественное мероприятие, на котором глава муниципалитета вручил почетные грамоты и благодарственные письма, а также сертификаты на получение служебного жилья. Сегодня за спокойствие на территории Ленинского городского округа отвечают более 500 сотрудников органов внутренних дел. Ежегодные усилия каждого отдела управления направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечения и раскрытия преступлений. Поздравил полицейских с профессиональным праздником глава муниципалитета Алексей Спасский. Слова благодарности тем, кто сейчас в строю, те, кто на боевом посту. Время сейчас неспокойное, нестабильное. Это касается и в целом страны Московской области, так и нашего округа. Это округ многонациональный, многоконфессиональный, что, конечно, тоже накладывает определенную специфику в вашу работу. И я хочу поблагодарить за то, что в это, повторюсь, неспокойное, нестабильное время вы успешно решаете поставленные перед вами руководством задачи. За высокие показатели в служебной деятельности особо отличившимся сотрудникам глава вручил почетные грамоты, благодарственные письма и подарки. На торжественном мероприятии семь сотрудников получили сертификаты о предоставлении квартир. Как отметил начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу, несмотря на непростое время, ведомство делает все возможное для поддержки и улучшения качества жизни своих сотрудников. Это второй уже, скажем так, этап вручения. И за то, что в начале года мы проговорили этот вопрос, я увидел поддержку и понимание в этом вопросе. А не побоюсь этого, глава сдержал свое слово. И на сегодняшний день у нас прибавилось тех сотрудников, которые свои же личные условия могут, ну, не побоюсь, да, улучшить. Среди награжденных начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска Александр Гребеньков. Александр признается, что получение сертификата стало для него приятной неожиданностью. Хочу в первую очередь выразить слова благодарности главе Ленинскому городскому округу Спаскову Алексею Петровичу, также нашему руководству УМВД Бадину Алексею Александровичу и иных сотрудников, которые дали такую возможность и цель улучшить свои же личные условия. Поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Наши ветераны до сих пор в строю, не дают скучать, что называется, передают и опыт, и свои знания молодежи. Безусловно, слова признательности и уважения нашим девушкам в погонах, на них лежит двойная ответственность. Это не только выполнение служебного долга, но и, безусловно, они растят детей. Полицейские за дня в день, в любое время суток контролируют соблюдение закона и правопорядка. Благодаря именно этим людям можно быть уверенными в своей безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 9 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем он озвучил ряд мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции. В частности, он заявил, что с 11 ноября приостанавливается возможность проезда в общественном транспорте по социальной карте для граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Напомним, что в соответствии с ранее вышедшим постановлением губернатора, со 2 по 15 ноября включительно, граждане в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Наши действия очень вдумчивы и основываются на том, что врачи говорят нам о наиболее сложном протекании болезни именно у этой категории граждан. И несмотря на эти вынужденные ограничения, мы идем на это для того, чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего роста госпитализации. Другое временное ограничение, которое начнет работать со следующего понедельника, коснется студентов подмосковных среднеспециальных и высших учебных заведений. Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же, как и высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение. В Ленинском городском округе это коснется Московского регионального социально-экономического института и структурного подразделения Ленинский профессионального колледжа Московия. Для сотрудников этих учебных заведений новые правила сюрпризом не стали. По опыту весны и лета мы готовы, я думаю, что на 100%, материально-техническая база у нас позволяет, у ребят есть возможность выходить в режиме ВКС-связи на уроки с преподавателями, в дистанционном режиме проводить онлайн-уроки. Учебные планы выполним обязательно. Предпринимаемые меры направлены на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Ленинский городской округ вошел в топ-10 муниципалитетов Московской области с наиболее благоприятной обстановкой для ведения бизнеса. Рейтинг складывается из многих факторов. Наш корреспондент Юлия Погосян встретилась с председателем торгово-промышленной палаты, чтобы выяснить, насколько выгодно развивать свой бизнес в округе. Свою первую муниципальную субсидию на развитие бизнеса предприниматель Татьяна Кривонос получила в конце прошлого года. Тогда она не подозревала, что денежные средства в размере 500 тысяч рублей ей пригодятся весной этого года. В тяжелое для бизнеса время, когда в связи с эпидемиологической обстановкой она была вынуждена прервать работу своего частного детского сада. Субсидию потратила на оплату аренды помещения. Мы очень благодарны администрации во главе с главой за эту помощь. Помогла администрация нам не закрыться в этом году, потому что мы долго боролись за снижение арендной ставки. Нам снизили ее на полгода в размере 50%, но для этого нам потребовалось оплатить несколько месяцев полностью. Переживали родители, потому что детки привыкают к тому месту, куда они ходят, они привыкают к воспитателям. Мы не потеряли наш коллектив, все это время мы платили зарплату. Наличие в муниципалитете субсидий для бизнеса – один из показателей высокоэффективной работы администрации. Ежеквартально Московская область проводит мониторинг и выставляет оценки округам. В третьем квартале 2020 года Ленинский городской округ вошел в топ-10 регионального рейтинга в отношении условий для ведения предпринимательской деятельности. Сейчас, например, разыгрывается конкурс на распределение субсидий в размере 2 миллионов рублей. Участвовать в данном конкурсе могут предприниматели, у которых социальный бизнес, коммерческие детские сады, частные клиники и так далее. И также предприятия, которые в этом году приобрели оборудование для улучшения своей предпринимательской мощности. Также в этом году было принято Советом депутатов решение о представлении о срочке на аренду земельных участков и помещений, которые предоставляются муниципалитетам. В октябре месяце было второе решение по этому поводу. Принято расширить АКВЭДы именно для тех предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этой услугой. Сегодня на территории Ленинского городского округа зарегистрировано более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что является высоким показателем по области. Во многом на качество условий для предпринимательства в муниципалитете повлияло создание торгово-промышленной палаты. В ее рядах сейчас более 50 коммерсантов. Вступив в торгово-промышленную палату, мы планируем развивать связи, возможные цепочки, посмотрев, куда мы можем строиться с точки зрения производственных своих мощностей. Я сталкивался с введением и в Москве бизнеса, здесь более такое человеческое отношение. Соответственно, видимо, люди ценят каждый бизнес, который присутствует на их земле и, соответственно, понимают, что нужно его развивать. По вопросам ведения предпринимательства, его собственники могут обращаться и в единый областной центр защиты и поддержки бизнеса по номеру 0150. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Продолжается первенство России по футболу среди команд профессиональной лиги. В рамках чемпионата прошла заключительная игра первого круга между видновским «Металлургом» и клубом «Химик Арсенал» из Новомосковска. Несмотря на дождь и прохладную погоду, встреча на стадионе «Металлург» получилась жаркой уже с первых мгновений. На девятой минуте в наши ворота залетел мяч, но уже совсем скоро видновчанин Павел Брабашов с пенальти сравнял счет. К игре наши футболисты подошли в хорошей форме, но вот спортивная удача пока отвернулась от «Металлурга», потерпевшего поражение в нескольких последних матчах. Несмотря на это, красно-белые не теряют присутствие духа и продолжают упорные тренировки шесть дней в неделю. «Следняя игра тура уже вряд ли мы сейчас поправим наше турнирное положение, однако бороться нужно в каждом матче, в каждом единоборстве, за каждый мяч». Из-за пандемии матч проходил при пустых трибунах, но поддержать ребят пришли одноклубники, которые сейчас не выступают из-за травмы. «Все мы хотим выиграть, у нас была серия неудач, охота ее прервать и на хорошей ноте закончить сезон, точнее первый круг». Равный счет сохранялся до конца первого тайма, уже в втором видновчане оформили еще один гол в ворота соперника и вырвались вперед, но первенство не удержали. По итогам эмоциональной встречи счет 2-3 в пользу гостей. И это все новости на сегодня, с вами был Максим Козлов, до встречи.